В жилмассиве Джамана Дыр, занимающем площадь полторы тысячи гектаров, реконструируют внутрихозяйственный канал в земляном русле. На обновление ригационной системы региона из резервного фонда президента выделено 100 миллионов сомов. Учитывая потребности граждан в поливной воде в последние годы, мы направили письмо депутату Джигурку Кенеша Ормонову. Стараниями нашего депутата также было отправлено письмо соответствующим органам. Глава государства взял это под свой контроль и выделил из своего фонда 100 миллионов сомов. Сейчас мы начали ремонтные работы. Согласно первому этапу проекта, будет отремонтирован 12-километровый внутренний канал. Работу ведет Оржское бассейновое управление водного хозяйства. После окончания подготовительных работ соединим арматуру и приступим к бетонированию. Сейчас закончили 600 метров М1. Следующим этапом будет М2. Есть канал длиной 5 километров 200 метров. Строительство внутреннего канала планируют завершить до начала весеннего поливного сезона. В результате реконструкции поливной водой будут обеспечены 719 гектаров пашни в Куршапском, Корульском и Кызылоктябрьском Аильных Аймаках. По словам строителей, требуется время на уборку разрушенного бетона. Канал, введенный в эксплуатацию в 80-е годы, был заброшен. Для того, чтобы убрать бетонные отходы, нам нужно перекопать землю на глубину не менее 1 метра. Это и то, я на глаз говорю, а может быть и больше. Ширина и высота канала 80 сантиметров. Производительность 500 литров в секунду. Конечно, он будет шире предыдущего канала. Здесь уклон очень маленький. Кроме того, есть магистральный канал. Абдила Авазов – один из инициаторов освоения массива Джаманадыр. Агроном указывает на необходимость в будущем экономить поливную воду и распространять методы сохранения воды или капельного орошения. Раньше здесь была очень высокая урожайность. Сейчас урожай почти в два раза меньше. Если вода начнет поступать, то надо учитывать последние климатические изменения и внедрять методы капельного орошения. Второй этап проекта начнется в следующем году. Затем в массиве Джаманадыр будет построена насосная станция с доступом к воде Кимберабадского водохранилища. При этом в Кызылоктябрьском Аильном округе освоено 1425 гектаров земли. А по итогам двух этапов проекта поливной воды хватит для 2200 гектаров в Кызылоктябрьском, Караульском, Куршапском Аильных Аймаках.